Игорь Козлов. Подкова на счастье. Историю эту я услышал в детстве от своего друга Никиты Зеленкова. Тогда о ней сообщалось в газетах, но подробности никому неизвестны. Никита просил, чтобы я сохранил их в тайне. «Все равно тебе никто не поверит», — резонно заметил он. Но вот прошли годы, и я все-таки решился. Мне кажется, люди должны знать о последнем потомке гордого племени кентавров, о его мужестве и благородстве, о том, что есть на свете явления и дела, которые невозможно купить ни за какие деньги, и открываются они только чутким и добрым сердцам. Но начнем по порядку. В тот вечер дед Егор пришел с работы веселый и возбужденный. «Ну все, Никита», — сказал он. «Едешь в Лондон». «Разрешили. Заодно и английский свой потренируешь». «Ура!» — закричал внук и чуть не подпрыгнул до потолка. Мама и папа с умилением смотрели на него. «Кто бы мог подумать», — задумчиво произнес отец. Он был вообще большим философом. «Кто бы мог подумать, что по этому, лошадиному каналу, можно выехать за границу?» «Просто ты завидуешь», — сказала мама. «Вот еще», — обиделся папа. И они, как обычно, стали выяснять какие-то свои давние споры. Но Никита с дедом их не слушали, быстро уединились в детской комнате, не терпелось узнать подробности. «Сначала начальство было категорически против», — рассказывал дед. Но потом выступил председатель министерства и заявил. «В скачке мирового уровня должно быть все как у людей. Первым номером твой Патрик, затем Сириус и Земфира». Тут встает Петрович и, заикаясь от страха, кричит. «Патрик без Никиты не поедет!» У тренера даже челюсть отвисла. «Ты думаешь, что говоришь?» Петрович побледнел, но продолжает гнуть свое. «Я же окей, лучше лошадь знаю. Если хотите, чтобы Патрик взял приз, нужно брать Никиту». Так прямо и сказал. Внук не смог удержать улыбку. Расплылся от уха до уха. «Да, представляешь, я сам удивился». А товарищ из министерства крутит головой, словно сова. «Ничего не кумекает». Наконец спрашивает. «Кто такой Никита?» Тренер объясняет. «Это мальчик, внук доктора Зеленкова. Ухаживает за лошадью». Начальник пожал плечами. «Нам нужен хозбой. Пробьем еще одно место, лишь бы Жакей не волновался». На том и порешили. «А Патрик знает?» Невольно воскликнул Никита. «Не понял». Дед вскинул брови, и внук прикусил язык. На следующий день, сразу после школы, Никита поехал на ипподром. Патрик только что закончил проминку и хрумкал в своем стоиле овес. Увидев мальчика, он радостно заржал. «Привет», – сказал Никита. «Здравствуй, друг», – кивнув головой, ответил Патрик. «Как успехи в школе?» «Пятерка по геометрии». «Поздравляю, прекрасная наука». «Патрик, мы в Англию едем», – сообщил Никита новость. «И ты тоже?» «Да, Петрович настоял». «Видишь, я же говорил». Патрик улыбнулся, показав ряд крупных белых зубов. «Он неплохой парень. И лошадь чувствует. Трусоват, правда, но ведь жизнь такая. Зато рука у него легкая. Он меня не раздражает». «Все надеются, что ты возьмешь главный приз. Если нужно, значит сделаем», – заявил Патрик и смешно задергал ушами. «Покажешь мне Лондон?» «Обязательно. Как-нибудь вечером выберемся». В это время в конюшню вошел Петрович. Он нес на плече седло, и выражение его лица было хмурое, сосредоточенное. Патрик фыркнул, стукнул копытом и умолк. «Здравствуйте, Иван Петрович», – вежливо сказал Никита. «Здорово», – мрачно кивнул Жакей. «Спасибо, что поддержали мою кандидатуру». «Тебе очень хочется». «Конечно». «А мне нисколечко». «До тебя это прогулка». «А на меня все давят, только первое место. Знаешь, какие жеребцы там будут?» «Элита». «Патрик не подведет», – заверил мальчик. «Надеюсь», – хмыкнул Иван Петрович. «Договорись с ним. Помоги советам». «А вы откуда знаете?» – растерялся Никита. Жакей лукаво подмигнул и пошел в свою конторку. «Ты слышал, Патрик? Он разгадал нашу тайну». «Нет», – скакун мотнул головой. «Просто так болтает». «Понимает, конечно, что между нами контакт». «Слышал, как Жакей говорят. Мне лошадь на ухо нашептала». «Видимо, живет с давних пор легенда о нашей породе». Теперь нужно кое-что пояснить, а то читатель, наверное, уже подумал, у кого-то с головой не все в порядке. Или у героя моего рассказа, или у самого автора. С Никитой Зеленковым мы подружились еще в детском саду. Это был шустрый, озорной мальчик. Правда, его отличала одна особенность. Он мог часами рассматривать какого-нибудь червяка или букашку. А если кто-то из нас ловил бабочку и оторвал у нее крылья, Никита плакал над ней горючими слезами, укорял бандита и хоронил насекомое со всеми подобающими в таких случаях почестями. Дед Никиты был ветеринарным врачом, работал на ипподроме и постоянно брал с собой внука. Никита хорошо помнит, как родился Патрик. Его отец – чистокровный жеребец-патрон, мать – Рикша. У лошадников принято так давать имена жеребятам. Один слог от отца, второй от матери. Вот и получился – Пат Рик. Специалисты сразу признали его негодным. У жеребенка был красивый светло-коричневый окрас, стройные ноги, гибкая шея. Но его порода узкомордая, скаковая, а у Патрика – необычайно широкий крупный лоб. Это дебил, – безоговорочно определил тренер. Надо его выбраковывать. Понимай – пустить на колбасу. К тому же произошла поразительная вещь. Мать не подпускала жеребенка к себе, испуганно сторонилась, шарахалась в сторону, и ему грозила голодная смерть. Жалостливый Никита выкормил Патрика из соски, уговаривал деда взять его на летнюю леваду. Жеребчик на вольных лугах рос не по дням, а по часам, набирался резвости и силы. А когда стали выводить лошаденка в манеж, дед сразу смекнул. Эгия, тут дело серьезное. Патрик легко обгонял своих сверстников на полкруга. Он летел как стрела, и видно было, бег доставлял ему необычайную радость. Были у Патрика и странности. Он всегда чутко прислушивался к речи людей, трепетно шевелил ушами, косил свой умный глаз, и, казалось, понимал их разговоры. А еще он любил слушать радио. Никита часто носил с собой карманный приемник. И стоило ему бывало выключить, Патрик недовольно фыркает, сердито топает копытом. Мальчик посмеется и снова включит. И вот, наконец, настал тот памятный день, когда Патрик заговорил. Произошло это буднично, просто. Никита чистил стоило и вдруг услышал за спиной тихий, вкрайчивый голос. Дай мне, пожалуйста, водички. Мальчик повернулся. Рядом стоял Патрик и смотрел на него весело, насмешливо. Да-да, это я. Прозвучал тот же голос. То есть, как бы это лучше объяснить. Звука, в общем-то, не было, но Никита слышал этот голос в себе. Тогда он еще не знал слова телепатия. Потом, когда они разговорились, Патрик поведал ему свою историю. В давние времена жила на земле порода лошадей, которая могла вступать с людьми в особый контакт. Это были сильные и умные животные, ни в чем не уступавшие человеку. Яркий след их существования остался в мифах и сказках. Помните мудрого кентавра Херона, ставшего наставником героев Древней Греции, а Пегас? Оказывается, он дружил с Гомером и со многими другими поэтами. А наш Сивка-Бурка – это все они, славные предки Патрика. Но затем случилась беда. Люди не захотели терпеть рядом с собой странных существ, способных передавать им свои мысли, свободных и гордых. Они пытались покорить их, заставить жить в неволе, превратить в рабов. И кентавры восстали. Это была страшная война. Люди беспощадно истребляли братьев по разуму. Кентавры рассеялись по миру, смешались с табунами диких лошадей. Так выродилось их племя. И только изредка, раз в сотни лет, гены древнего рода дают о себе знать. Да, я забыл сказать. У кентавров передается по наследству память. Патрик знал все, что произошло с его предками. Поэтому он так настороженно относился к людям. На вагоне было написано «Лошади». Он медленно двигался в центре состава. И хотя за ним следовал вагон для людей, мягкий. Но Никита все время проводил с Патриком. «Чудной у тебя внук растет», – говорил тренер деду, отхлебывая из горлышка пива. «Прямо маугли. Скоро по-человечески лопотать разучится». «С некоторыми людьми действительно и говорить не стоит», – многозначительно отвечал дед. «Ты на что, Егор Васильевич, намекаешь?» Сочурив левый глаз, холодно осведомился тренер. «Все на то самое, Никодим Сергеевич». «Это вам наша служба нужна, как трамплин, чтобы в министерство на белом жеребце въехать. А для некоторых она – судьба, призвание». «А есть еще такое слово – талант. Слыхали?» «Талант – кобылом хвосты накручивать», – хохотнул тренер. «Не смеши меня. Это отрасль народного хозяйства, коневодство, и все. И нечего розовые сопли разводить». «Эх, Никодим», – тяжело вздохнул дед. «Вредный ты для нашего дела человек. И наездник был непутевый, и тренер некудышный, только горлом берешь. А самое страшное – никого не любишь. Оттого и злоба в тебе закипает». «Ну все». Зловещий отрезал тренер и хлопнул ладонью по столу. «Последний раз путешествуешь. Теперь будешь на левадах сидеть, жеребят пасти». «Меня этим не запугаешь», – усмехнулся в усы Егор Васильевич. «Для меня где лошадь, там и радость». Тренер шумно посопел, успокоился. «Такой ветеринар, как Егор Васильевич, был ему нужен». Примирительно спросил. «Но вот чего он сейчас там делает? Чего?» «Не знаю», – искренне ответил дед. Как только вагон отошел от станции, Никита открыл дверь. Патрик положил голову на перекладину и слюбопыстно наблюдал проплывавшее мимо пейзажи. Стояло раннее лето. Листья на деревьях были свежие, яркие, словно лепестки цветов. Поля наливались сочной зеленью. «Как красива наша земля», – задумчиво произнес Патрик. И тут на горизонте появился какой-то промышленный поселок. Над ним возвышалась труба, изрыгавшая в небо клубы серого дыма. Патрик нервно дернул ноздрями. «Что это?» – испуганно спросил он. «Откуда?» «Завод», – спокойно пояснил Никита. «Кажется, цементный». А потом пошли картины, одна страшнее другой. Они видели озеро, покрытое тонким слоем мазута. Свалку, над которой с криком кружилось воронье. Овраг, забитый ржавым искореженным железом. «Странные вы существа», – с горечью сказал Патрик. «Такая сила вам дана, такая мощь разума. А вы что делаете? Разве можно так уродовать свой дом?» «Какой дом?» – удивился Никита. «Планету, на которой живете. Другого дома у вас нет». Патрик фыркнул и добавил. «Откуда у вас это вечное желание урвать, покорить, заставить? Ваши женщины носят на себе шкуры убитых животных. Не для тепла, нет. Так они себя украшают. Как думаешь, красиво, если на моей шее будет висеть череп человека на золотой цепочке?» «Брось, Патрик, ну что ты!» – возмущенно воскликнул Никита. Кентавр обиделся и замолчал. В Ленинградский порт приехали поздно ночью. Здесь лошадей должны были погрузить на теплоход. «Давай, пока все спят, выйдем в город», – стал приставать Патрик. «Я слышал по радио. На Анечковом мосту стоят прекрасные скульптуры коней. Так хочется посмотреть». Никита сначала отмекивался, но потом уступил уговором. Свел Патрика по сходням, и они направились к выходу. Вахтер встрепенулся в своей будке, стал испуганно протирать глаза. Наверное, подумал, это ему снится. Из тумана, осторожно ступая по шпалам, вышел высокий и стройный жеребец, и рядом с ним худенький мальчик в свитерке и кипченке. Странная парочка приблизилась к воротам. Мальчик постучал в стекло и вежливо спросил. «Извините, у вас нет схемы города?» Вахтера шалял, открыл ящик стола, достал замусоленный план. Мальчик развернул лист и, показывая его коню, ткнул пальцем. «Вот, мы здесь, а это Невский проспект». Жеребец внимательно посмотрел на схему, кивнул головой. «Спасибо», — сказал мальчик и вернул план вахтеру. Затем он сел на коня, тронул поводье и снова исчез в тумане. Вахтер крепко сжал веки, снова открыл их и прошептал. «Нет, пора на пенсию. Раз привидения стали появляться, пора». Пустынные улицы города были великолепные. Тишину нарушал только цок от копыт Патрика. Но вдруг из-за поворота выскочил фургон и с ревом пронесся мимо, оставив за собой облако сизой гари. «Ужас! Эти проклятые коляски издают такой шум! А вонь! Какая вонь! Много ли в городе?» «Тысячи», — ответил Никита. «Что?» Патрик даже привстал на дыбы. «Как же вы живете в таком аду?» «Представляю, что здесь творится днем. Бедные вы, бедные». По проспекту с грохотом неслась стая подростков на мотоциклах, ослепительно сияли фары, дрожали от напряжения выхлопные трубы. Во главе кавалькады ехал вожак в ярко-красном шлеме, блестящей кожаной куртке, покрытой множеством металлических заклепок. Заметив Патрика, он скинул руку, и вся компания остановилась. «Эй, чувак! Где такую кобылу взял?» Весело воскликнул вожак. Никита не знал, что отвечать. «Чего молчишь? Увел из зоопарка?» Он соскочил с мотоцикла, ухватился за стремя. «Дай покататься! Никогда на такой машине не ездил!» «Это не машина», — тихо сказал Никита. «Это живое существо. С ним нужно уметь обращаться». «Чего?» Парень угрожающе посмотрел на Зеленкова. «Если с мотоциклом управляюсь, неужто с кобылой не справлюсь?» Патрик улыбнулся, и Никита услышал его голос. «Пусть попробует». Мальчик спешился, помог вожаку забраться в седло. «Но! Пошел!» — заорал парень и дернул заповодье. Патрик слегка взбрыкнул. Парень поднялся в воздух, перевернулся два раза, но приземлился точно на ноги, как акробат. Его товарищи дружно загоготали, захлопали в ладоши. «Ну, молодец, Витек!» — закричал кто-то. «Артист!» Вожак испуганно посмотрел на коня. «Ведь убить мог!» — хрипло сказал он. «А зачем лезешь, если не разбираешься?» — усмехнулся Никита Зеленков. «Одна лошадиная сила!» — уважительно сказал парень. «А надо же!» Такие слова понравились Патрику. Он прошептал Никите. «Пусть садится, я его покатаю». Мальчик еле уговорил вожака попробовать еще раз. Наконец Витек согласился. Патрик прошел легким голопом, потом начал горцевать. Парни с восторгом смотрели на это представление. Когда Витек выпрыгнул из седла, на его лице сияла ослепительная улыбка. «Кайф! Ну кайф!» — радостно говорил он и только разводил руками. «Вы что, из цирка?» «Вроде того», — уклончиво ответил Никита. «А чего ночью по городу бродите?» «Да вот, хочу другу Анечку в мост показать». «Это прямо до канала и налево». И снова плыли в тумане старинные дома. С их фасадов молча взирали каменные чудовища, атланты и кариатиды, сфинксы и химеры. Вскоре друзья были у цели. Патрик долго смотрел на бронзовых коней. «Всегда завидовал им», — взволнованно сказал кентавр. «Природа подарила человеку руки. Я так глубоко чувствую красоту. Но могу выразить это только в беге». В Северном море теплоход попал в шторм. Земфиро и Сириус еле стояли на ногах, а Патрик был молодцом. Он все просился, чтобы Никита вывел его на палубу. «Хочу поглядеть на большую воду». Улучив момент, когда Жаке и тренер, измученные качкой, отключились, Зеленков выпустил друга на волю. Патрик жадно потянул ноздрями сырой прохладный воздух. «Ну что это?» Все тот же резкий и удушливый запах. Он повернул голову. Прямо из волн поднимался чистокол ажурных башен. «Буровые вышки, нефть одна добывают», — перехватив взгляд кентавра, пояснил Никита. Рядом с бортом судна плавал, и будто живой шевелился большой лохматый остров из пустых банок, пакетов, бутылок. Патрик тяжело вздохнул и сказал. Все ясно. Пошли вниз. В Лондоне, узнав, что русские привезли скаковых лошадей, на теплоход нагрянула вся таможня. Англию не зря называют страной скачек. Сначала на берег вывели Сириуса. Это был неописуемый красоты жеребец. К тому же задавака и позер. Чувствуя всеобщее внимание, он играл на публику. Гневно тряс гривой, бил копытом, грыз у дела. Одним словом, из ушей дым валит, из ноздрей пламя. Над толпой пролетел восторжный полувздох, полустон. О-о-о-о! Потом вышла прелестница Земфира. Тут уж знатоки умиленно зачмокали губами, заулыбались, зашушукались. И, наконец, Никита вывел Патрика. А это что такое? Какая порода? Послышалось со всех сторон. Лоб как у барана, губа отвисла. Зачем они притащили это чучело? Разве его можно даже рядом ставить с нашими конями? Услышав такие речи, Никита и Патрик переглянулись. «Ничего, будут их скакуны нашу пыль глотать», – усмехнувшись, сказал Кентавр. И вдруг где-то сбоку вспыхнул блиц с фотоаппаратом. Зеленков повернулся и увидел стройного светловолосого парня, стоявшего рядом с шикарным спортивным автомобилем. Глаза его сияли от восторга, руки дрожали. Он не отрывал глаз от Патрика. Затем перевел взгляд на Никиту и, как нам многозначительно, злорадно ухмыльнулся. Лондон жил в ожидании больших скачек. У конюшен появились жучки. Эта порода известна на всех ипподромах мира. Они шныряют между специалистами, прислушиваются, вынюхивают, выясняют шансы. Жакей выигрывает, когда приходит к финишу первым. Жучок выигрывает, если угадает победителя и сделает на него ставку. Особенно важно вычислить темную лошадку, неизвестную, не фаворита, которая побеждает неожиданно. Тут уж готовь карман пошире, деньги потекут рекой. Каждое утро Никита выводил Патрика на проминку. Кентавру нравились прогулки. Голубоватый порог клубился над полем. Вдали виднелся Виндзорский замок, радовала глаз нарядная королевская ложа. Патрик присматривался к дистанции. Изредка переходил на легкий аллюр, как бы примеряясь к дорожке. Иногда, казалось, прямо из-под земли появлялась особая фигура с неизменной тросточкой. Зрачки горят, в кулаке зажат секундомер. «Простите, сэр, вы не скажете, какая резвость на круге у вашего крека?» «Извините, сэр, это служебная тайна», – вежливо отвечал Никита. «Я вас понимаю, сэр», – печально отвечал английский жучок и тут же исчезал. А через несколько сот метров, не весь откуда, возникал новый, и вся сцена повторялась. И вот, наконец, настал долгожданный день. С утра на конюшне собрались все заинтересованные лица. Дед еще раз проверил Патрику копыта, нет ли на них трещин. Втирал в мышцы ног специальной мази. Жокей Иван Петрович – голодный, злой. Уже месяц он сидел на диете. С позеленевшим лицом бродил вдоль стойла, а за ним по пятам следовал тренер. И все долбил, долбил. Главное – не просидись на старте. На последней прямой будешь делать посыл. Хлещи, не жалей, а то все миндальничаешь с Патриком, как с барышней. Один кентавр был спокоен. Он ел свою малую скаковую порцию овса, болтая с Никитой. «Как настроение?» «Знаешь, я так за тебя волнуюсь». «Ох, какие же вы нервные существа!» «Допустим, приду вторым, ну и что?» «Иго-го!» «Главное не победа, главное – участие!» «Слышал бы тебя сейчас Никодим Сергеевич». «Ты этого карьериста даже близко ко мне не подводи, а то я его лягну». Сквозь стены стал доноситься густой гул многотысячной толпы. Грянули оркестры. «Все!» – воскликнул тренер. «Через полчаса церемониальный выход! Седлай, Никита!» Петрович совсем посерел и, путаясь в рукавах, стал надевать свой алый камзол. Открылась дверь. Открылась дверь. Ослепительный солнечный свет ворвался в полумрак конюшни. Появился маршал – так называется эта должность – в огромном лоснящемся цилиндре. Зычным голосом провозгласил. «Ваш черед, джентльмены!» «Ну, с Богом!» – сказал дед. Зеленков повел Патрика на манеж. «А-а-а! О-у-у-у!» Проплывают пестрые трибуны. Зонтики, экзотические шляпки, галстуки, запахи дорогих духов, сигар. У барьера Никита неожиданно замечает того высокого юношу, который внимательно рассматривал Патрика в порту. На нем белый элегантный костюм, в руках бинокль и программка. «Привет, Зеленков!» – кричит он. «Я за вас! Я все понял!» «Откуда он мою фамилию знает?» – тревожно подумал мальчик. Призывно звучит колокол. «На старт! На старт!» Дед и тренер, подхватив под локти, выводят жокея. Ноги его уже не держат. Но, уцепившись за стремя, он вдруг встряхивается, оживает прямо на глазах. «Ну как?» – нагнувшись к Никите, с надеждой спрашивает Петрович. «Не дергай только. Он сам все сделает. Крепче держись в седле». Жокей кивнул. «Дескать, понял. Так и сделаю». Потрепал Патрика по шее, поцеловал между ушей. Подъехала стартовая машина. Каждая лошадь попадает в отдельную узкую кабинку. Напряжение достигло высшего предела. Притихла публика. И вдруг... Словно лопнула струна. Дверцы открываются. «Пошел! Пошел! Пошел!» Лови на копыт. «Хрип! Крик! Рокот!» Скачку решил везти английский конник Даунинг на знаменитом Корсаре. Он бросился поперек дорожки и занял бровку. За ним пристроился итальянец Флуччо, малыш, почти карлик. Он прижался к холке своего буйного ветра. Патрик шел третьим. Петрович молодец. Он легко держал поводья, покачиваясь в такт к движению кентавра. И, казалось, слился с ним в одно целое. «Обратите внимание!» Надрывался диктор. «Русский совсем не применяет хлыст! Что это? Тактический прием? Он бережет скакуна для последнего посыла!» После поворота Патрик поравнялся с буйным ветром. Он слышал рядом его знойное обжигающее рычание. Флуччо бешено стегал своего жеребца, но это не помогло. Патрик расправил грудь и ровным машистым галопом обошел соперника. Кентавр летел, словно молния. Кровь весело и горячо струилась в его жилах. Теперь впереди был только Корсар. Патрик приближался к нему с каждой секундой. Ипподром встал. Все с замиранием сердца следили за фаворитами. Корсар и Патрик вышли на последнюю прямую. «Бей! Бей!» – истошно вопил тренер. «Почему он жалеет? Проиграем! Проиграем!» «Замолчи!» – одернул его дед. «Смотри!» Патрик неукротимым мощным галопом пошел на решающий бросок. Все меньше просвет между ним и Корсаром. Вот они уже рядом. Патрик выходит вперед. Воздух свистит в ушах, развивает гриву. Ужас в глазах жокея. «Держись, Петрович!» Что творится на трибунах? Рев, смех, рыдание, аплодисменты. Водопадом падают вниз. «Патрик! Патрик! Патрик!» – скандирует толпа. Стремительно приближается финишный столб. Звонок. Все. Это победа. Отгремели фанфары. Утихли радостные вопли. Жокей, тренер и даже дед. Все пошли отмечать успех. И только Никита остался в конюшне. Патрик, обмытый теплой водой, с лоснящейся кожей, стоял словно из вояния. Гордый, возбужденный. «Ну как?» – наконец спросил он. «Ты был великолепен», – похвалил друга Зеленков. «Да, этот бег мне удался. Знаешь, временами казалось, у меня выросли крылья, а теперь, когда все позади. На душе тоскливо. Давай сходим в город». «Боюсь, влетит мне». «Сейчас никто не хватится, им не до нас». «А полиция?» «Ну, англичан, ничем не удивишь». Никита открыл дверь. Смеркалось. Трибуны ипподрома были пустынны. Ветер шевелил ворохом тотализаторных билетов. Почти все проиграли. И только один, неизвестный, поставивший на Патрика, сорвал дикий куш. Они вышли за ограду. Перед ними лежала дорога к дворцу Хэмптон-Корт. «Пойдем на Трафальгарскую площадь. Посмотришь конную статую Карла Первого», – предложил Патрик. «Нет, сначала свернем к Тензе». Здесь, на берегу, их и взяли. Откуда-то из мрака выскочили дюжи и молодчики. В руках у них были пистолеты с длинными стволами. Урча подъехал большой фургон, в котором возят лошадей. «Эй, парень, слезай!» – власно произнес один из громил. «Что вам нужно? Я советский спортсмен!» Дрогнувшим голосом сказал Никита. «Очень мило! Вот и сидел бы в своей стране, а не рыскал под трущобом капитализма!» Бандит потянул руку к уздечке. «Патрик, выручай!» – прошептал Зеленков. Кентавр мотнул головой, цапнул захватчик из-за пальца. Тот завыл, отскочил в сторону. Патрик взвился на дыбы, круто повернулся. Цепочка гангстеров невольно распалась. Прыжок, удар задними копытами. «Стреляйте!» – кто-то крикнул из темноты. «Иначе уйдет!» Два глухих выстрела прозвучали в тишине. У Патрика подкосились ноги. Он медленно повалился на бок. Из тени вышел человек. Это был все тот же юноша, наблюдавший за ними в порту. Сидевший во время скачки в первом ряду. «Мальчишку тоже отключите!» – спокойно сказал он. Зеленков почувствовал у своего лица резкий приторный запах. И поплыли круги. Желтый, зеленый, розовый. «Бом-бом-бом» – медленно отбивали часы. Никита открыл глаза. Прямо перед ним выселось огромное окно, задернутое плотной шторой, сквозь которую сочились тонкие лучи. Он лежал на широкой тахте, укрытой легкой батистовой простыней. Дверь бесшумно распахнулась. В комнату вошел лакей в лиловой ливрее. «Как вы себя чувствуете, молодой человек?» – заботливо спросил он. «Нормально», – буркнул Никита. «Где я?» «Хозяин приглашает вас перед завтраком искупаться в бассейне. Вот плавки, халат, полотенце». Он положил принесенные вещи на стол. Когда Никита вышел, лакей провел его по широкому коридору на открытую веранду. Горячее солнце, звонкое пение птиц, голубой квадрат воды. Спиной к нему в шезлонге сидел парень. Он повернулся. Теперь Зеленков внимательно рассмотрел его. Хозяину было лет шестнадцать, не больше. Красивое волевое лицо, насмешливые, немного грустные темные глаза. Густые волосы цвета спелой соломы. «Привет», – сказал парень. «Тебя зовут Никита. Но мне трудно произносить это имя. Я буду говорить Ник. Не возражаешь?» «Пожалуйста». «Поплаваем?» «Как ты предпочитаешь? С волной или так?» «Все равно», – хмуро ответил Зеленков. «А я люблю живую воду». Хозяин наклонился, повернул какой-то рычажок, и поверхность бассейна покрылась легкой рябью. «Вот, так лучше». Он нырнул прямо с бортика. Никита осторожно спустился по лесенке. Проплыл туда и обратно вдоль мраморной стенки. Вышел, вытерся мягким пушистым полотенцем. Хозяин плескался долго. Потом выскочил из воды, как дельфин, смахнул с тела капли. У него была прекрасная спортивная фигура, мощные плечи, рельефный торс, лоский живот. «Теперь лучше настроение», – доброжелательно спросил он. «Где Патрик?» Никита смотрел на него из-под лобья. «Он здесь, недалеко. С ним все в порядке». «Чтобы ты был в курсе, вот». Юноша протянул Зеленкову газету. Отмечено красным карандашом. Из конюшен Эскота при загадочных обстоятельствах исчез жеребец Патрик, взявший большой приз сезона. Служащие ипподрома видели, как вечером его выводил за ограду хазбой, 14-летний мальчик Никита Зеленков. Неожиданная победа неизвестного скакуна разорила многих букмекеров. Компетентные лица связывают это исчезновение с местью тотализаторной мафии. Власти ведут расследование. «Я похож на главаря мафии?» – насмешливо спросил хозяин. Зеленков пожал плечами. «Не знаю». Парень рассмеялся. «Я Джон Мортинер Треверс Девятый. Тебе что-нибудь говорит это имя?» «Нет», – честно сознался Никита. Хозяин печально улыбнулся. «Все-таки занятная у вас страна. Занимаете шестую часть Земли, а живете как на острове». «А почему я должен тебя знать?» – «Зови меня просто Джон». Треверс Девятый открыл банку с апельсиновым соком, наполнил бокал, протянул Никите, потом плеснул себе. «Слушай, Ник, я расскажу тебе. Другого пути у меня нет». «Я понимаю. То, что я хочу, силой не возьмешь». «Я безумно люблю лошадей. Однажды на аукционе я за два миллиона купил подлинник рукописи ксенофонта». «Слышал про такого?» «Это автор трактата Ипика, пятый век до нашей эры». «Да, там он упоминает о кентаврах. Я думал, это легенда, но когда в порту, услышав глупое замечание чинуши, вы с Патриком переглянулись, я сразу понял, это кентавр». «Такой осмысленный, полный иронии взгляд. О чем вы говорили?» Зеленков уже открыл рот, чтобы сказать правду, но вдруг вспомнил давнишнее заклинание Патрика «Никому, никогда». «Ты ошибаешься», – кашинув кулак, глухо произнес он. «Это обыкновенный жеребец. Просто он очень привязан ко мне». Джон усмехнулся. Помолчал, обдумывая ситуацию. «Ты догадываешься, кто выиграл на тотализации?» У него была странная манера. Он задавал вопросы и тут же сам отвечал на них. «Это я». «Конечно, через подставных лиц. Никто не пронюхает». «Вас будут искать. У мафии. А вы здесь, у меня. Знаешь где?» «Это небольшой остров в океане. Вас доставили самолетом. Частное владение. Все. Считай, для внешнего мира ты потерян». «Что вам от меня нужно?» Подавленно спросил Никита. «Я хочу, чтобы ты уговорил кентавра вступить со мной в контакт. Я хочу добиться его расположения. В конце концов, ведь он всего лишь животное. А ты будешь моим другом, братом. Я обеспечу тебе самую блестящую судьбу. Какую пожелаешь». «А иначе?» Треверс девятый вскинул брови и холодно сказал. «Худший вариант. Твое тело находят где-нибудь в Лондоне под кустом. Это, как говорится, для прессы, чтобы поставить точку в этой истории. Лучший будешь до конца жизни находиться здесь, в моих конюшнях. Выбирай». Патрик спокойно выслушал Никиту. «Да, влипли. Похоже, он не врет. Это действительно остров. Когда сюда долетает ветерок, я чувствую запах тропических вод. Что ж теперь делать? Скажи, пусть зайдет. Посмотрим, что за зверь». Джон Мортинер, Треверс девятый, с гордостью переступил порог. «Приветствую тебя, кентавр!» Торжественно произнес он. Патрик фыркнул, чутко повел ушами, покосился в его сторону. «Почему молчит?» Раздраженно спросил Джон. «Не знаю», ответил Зеленков. «Когда он со мной разговаривает, я слышу его голос в себе». «Вот как? Почему я не слышу? Спроси его». Патрик поднял верхнюю губу, тихо заржал. «Смеется? Он смеется надо мной!» Пронзительно воскликнул Треверс. «Не обижайся. Ты смотришь на меня, как ребенок на новую игрушку. Это так забавно». Никита глянул на Джона. И потому, как расширились его зрачки, понял, он услышал. «Значит, это правда», восторженно прошептал Треверс. «Ты на самом деле кентавр». «Честно признаться, я до конца не верил. Думал, все это выдумки, бред». «Нет, это правда», кинул Патрик. «И ты помнишь прошлое?» «Не только помню, но могу показать». Для Никиты такие слова тоже были неожиданностью. Он с изумлением посмотрел на Патрика. Над головой кентавра возникло сияние. И у мальчика перед глазами поплыл туман. «Видение первое». Хирон. «Они встретились у подножия горы Пелеон, там, где бил родник. Вода с нежным журчанием выкатывалась из-под земли. Вокруг росла густая шелковистая трава. Невдалеке шумела листвой буковая роща, в которой паслись кентавры. Геракл возмужал. Борода его стала жесткой, местами в ней проступила первая седина. Взгляд дерзкий, шальной. «Здравствуй, Хирон. Давно не виделись?» Каким-то нервным горловым голосом сказал он. «Рад нашему свиданию», тихо ответил кентавр. «Помнишь, когда-то мы здесь резвились? Я был мальчиком, ты же ребенком. А теперь ты вожак табуна, я вождь великого племени». «Да, время выбрало нас». Геракл криво усмехнулся. «Я принес вино. Будешь пить?» «Нет, ты же знаешь, я люблю виноград. Но лакать сок гнилых ягод, которые отравляют разум, это чуждо нашему естеству». Геракл захохотал. «Если следовать естеству, всю жизнь будешь жевать сено». Он развел костер, стал жарить на углях мясо. Налил замфоры в чашку душистую красную жидкость. «Ну, давай попробуй». «Не уговаривай, я свой закон не нарушу». «Зря!» Яростно крикнул Геракл. «Так бы мы быстрее договорились». Запрокинул голову, жадно дернулся кадык. Геракл вытер губы тыльной стороной ладони. Его глаза помутнели. И в то же время дикая искра вспыхнула в глубоких черных зрачках. Херон вздрогнул, отступил. «Тебе передали мое предложение?» С угрозой спросил Геракл. «Прости, но мы не можем его выполнить». «Почему? Вы мне нужны. Я открыл новый закон. Оказывается, отнимать гораздо быстрее и удобнее, чем добывать и собирать». На опушку вышла лань. Геракл встрепенулся, схватил лук. Тетива впилась в подбородок. Свистнула стрела. Животное замертво рухнуло на землю. «Ха!» радостно воскликнул воин. «Ха-ха!» «Зачем ты это сделал? У тебя же есть еда!» Печально произнес Херон. «Затем, чтобы ты видел, в моих руках сила, а сильному подчиняются». Геракл снова налил вина. «Хочу выпить за наш союз. Кентавр – лучший боевой конь. Вы все слышите, все понимаете. Вы можете принять решение быстрее всадника, но вам не хватает свирепости. Если мы объединим эти качества, станем непобедимыми. Ну, согласен?» «Нет», – ответил Херон. «Умение убивать и разрушать – это еще не сила». Геракл выхватил из огня головешку, с размаху бросил в рощу. Запылали деревья. Выскочили на лужайку кентавры. «А это сила?» – угрюмо спросил Геракл. «Это безумие. Ты уродуешь мать природу, своего учителя, своего исцелителя, свою кормилицу. Глядя на рыб, вы научились плавать. Глядя на гнезда птиц, начали строить жилища. Хлестнувшая по лицу ветка подарила тебе идею лука. И какова благодарность? «В последний раз спрашивают. Ты будешь моим?» «Нет», – гневно ответил кентавр. «Мы уходим отсюда. Прощай. Ты раскаешься, но будет поздно». Херон стукнул копытом, повернулся и поскакал к своему табуну. «Если не мне, то никому», – прохрепел Геракл. Он выхватил из колча на стрелу. Звонко тренькнула тетива. Херон обернулся и увидел свою смерть. Туман рассеялся. Никита и Джон обнаружили, что они сидят на полу конюшни. Патрик стоял рядом, фыркал, потряхивал гривой. «Ну, как впечатление?» – иронично произнес он. «Немного болит голова», – чуть слышно ответил Треверс. «Что это было?» «Ты желал, чтобы я показал прошлое? С первого раза это тяжело». «Потрясающе», – прошептал Джон. «Просто чудо. Правда, слегка мутит. Такое чувство, будто стреляли в меня. Я пойду прилягу. А ты, Ник?» Зеленкова тоже подташнивала, но он хотел остаться с Патриком, поэтому, по возможности, бодрым голосом сказал. «Я привык к таким картинам». «Как хочешь». Треверс, покачиваясь, вышел. Никита дождался, когда гравий под его подошвами перестал хрустеть, и спросил. «Патрик, почему ты раньше молчал об этом?» «Это действительно опасно, но сейчас я решил попробовать. Может быть, это наше единственное оружие против Треверса. У него дурная наследственность, сочетание жестокости и сентиментальности самый тяжелый характер». Зеленков провел пальцами по лбу. «Все как во сне. Дед, наверное, там с ума сходит». Кентавр звякнул уздечкой, задумчиво сказал. «Послушай, Никита, а если мы примем предложение этого Треверса девятого? Подумай, ведь это твой шанс, тебе повезло». «О чем ты?» Зеленков испуганно отпрянул. «Будешь жить без забот, развлекаться, путешествовать, балдеть». «Нет!» «Не торопись. Осознай возможность». «Нет, не хочу!» «Ну почему?» «Хочу домой, и все». Патрик улыбнулся. Он подошел к мальчику, прикоснулся влажным носом к его щеке. «Не бойся, мы выберемся отсюда». А в Лондоне в это время тренер терзал деда. «Вторые сутки ищут, и никаких следов. Их и не будет. Теперь я понял, почему он все время торчал рядом с Патриком. Вот она, современная молодежь. Он давно задумал эту акцию». «Какую акцию? О чем ты говоришь, Никодим?» Дрогнувшим голосом отвечал Егор Васильевич. «Мальчик попал в беду. Нужно сделать все, чтобы его выручить». «Он сам вывел жеребца!» «Сам! Никто его не похищал!» Истерично вопил тренер. «Твой мальчик решил остаться на Западе, понял? С меня теперь три шкуры сдерут!» «Господи, зачем я только согласился его взять?» «Как сразу не догадался!» «А может, ты тоже с ним в сговоре?» «Замолчи!» «Что ты мелешь?» Не выдержал жокей. Он стоял бледный, с фиолетовыми губами. «Никита честный и добрый мальчик, а ты, ты подлец!» Тренер удивленно глянул на Петровича, хмыкнул и затих. Никита и Джон Мортинер Треверс Девятый завтракали на веранде. «После путешествия в Грецию у меня зверский аппетит!» Возбужденно говорил Треверс, уплетая за обе щеки омары. «Попробуй, жуткая вкуснотища!» Зеленков поковырял вилки в тарелке. «Джон, может ты отпустишь меня, а Патрик останется с тобой?» Треверс бросил на него хитрый взгляд. «Ты что, дураком меня считаешь? Утечка информации!» «Разве тебе плохо здесь?» «У меня же есть мать, отец. Войди в их положение!» «Ребенок рано или поздно уходит от родителей. Как ты представляешь свое будущее?» «Вопрос, конечно, интересный. Никите 14 лет, но он никогда не думал об этом. Считалось, все как-то само собой образуется». «Наверное, должна быть интересная работа», – неуверенно ответил Зеленков. «Что значит интересное? Приносить много денег? Власть над людьми? Почести?» И вдруг Никита вспомнил, Патрик однажды сказал. «Разумное существо обязано ставить перед собой большую цель и следовать к ней. Неуклонно, страстно. Тогда его жизнь наполнится смыслом». «Эта мысль принадлежит кентавру?» – задумчиво спросил Треверс. «Да? Вот она, вековая мудрость. Но где? Где взять такую цель? Пойдем к нему, пусть он объяснит». Патрик уныло бродил по газону, окруженному колючей проволокой. Для верности на каждом углу загона стоял здоровенный битюк с карабином. Кентавр внимательно выслушал Джона. «Людям трудно давать советы», – грустно произнес он. «Любую подсказку природы они обращают во вред ближнему». «Как это? Хочешь, приведу древний пример?» Треверс кивнул. Патрик вскинул голову. «Видение второе. Троянский конь». Ночь опустилась над миром. Утих шум битвы. Уставшие воины разбрелись к своим кострам. Остывали клинки, горячие от пролитой крови и ударов. Вождь итакийцев-одиссей угрюмо сидел у своей палатки. В последних лучах заходящего солнца перед ним маячили высокие стены Трои. Девять лет донайцы приступом берут этот город. Девять лет непрерывный штурм и каждодневные неудачи. Погибли в бою друзья, соратники. Патрокл, Ахиллес, могучий Аякс. Сам Одиссей получил тяжелую рану в бок. Нет конца этой войне. Но и Троянцы устали. Пал жестокой схватки их предводитель Гектор. Меткая стрела сразила Пандора. Удар копья остановил сердце отважного даефоба. Да, не думал Одиссей, когда отправлялся в поход, что будет он таким тяжелым. Рассчитывал на легкую добычу. И вот теперь расплачивается. Неожиданно послышался Одиссей в легкий шорох. Кто это? Может, враги под покровом тьмы подкрались к лагерю? Выхватил из ножен меч. Сделал шаг вперед. Поднял факел. В неровном мутном свете прямо перед ним стоял прекрасный скакун. Его уздечка была украшена драгоценными камнями. Седло сделано из красной финикийской кожи. Сверкали золотом стремена. — Здравствуй, мудрейший! — услышал Одиссей таинственный голос. — Кто говорит со мной? — удивился герой. — Это я. Жеребец подошел совсем близко. Одиссей увидел его большие умные, наполненные мерцающей влагой глаза, и сразу все понял. — Ты кентавр? — Я слышал, что у царя Приама живет табунок херонитов. Но думал, это легенда. Глупая людская молва. — Нет, это правда. Когда твои предки стали избивать нас, мы бежали на край света. — Народ Трои приютил остатки нашего племени и принял наши законы. — Какие такие законы? — раздраженно махнул рукой Одиссей. — Живи в согласии с природой. Бери от нее по мере нужды, не более. Десятый год вы атакуете Трою, и все напрасно. Нет голода, жители полны сил. — Как ты думаешь, почему? — Боги отвернулись от нас. Угрюмо ответил герой. — Возможно, — усмехнулся кентавр. — Но ты посмотри, как построен город. Со стороны моря его прикрывает стена. Спиной прислонился к обрывистому хребту Иды. Горные ветры продувают улицы, неся им прохладу. В лесах на склонах полно дичи. По крутым тропам союзники везут нам хлеб. Нет, измором не взять. Однако пришел я посланником мира. — Гордая Троя сдается? — злорадно спросил Одиссей. — Нет. — Царь Приам просит вас уйти. — У него, наверное, помутился разум предлагать такое героям. — Пятый день горят у вас погребальные костры. Воины, ушедшие в царство теней, не в бою пали. Их косит черная смерть. Аполлон пустил на нас свои ядовитые стрелы. Нет. Ваш лагерь окружен нечистотами, грязью. Черная смерть зародилась здесь, среди вас. Но она не знает границ. Ей не страшны крепостные стены. Рано или поздно она проникнет в Трою. Начнется великий мор. — Он уничтожит и вас, и нас. Задумался хитроумный Одиссей. Истину сказал Кентавр. И только обида, злоба, горьким комом стояла в горле, мешала ее признать. — Верните нам прекрасную Елену, жену Базилевса Менелая, и мы покинем Трою. Снова усмехнулся Кентавр, тряхнул головой. — Ты же знаешь, мудрейший, Елена полюбила Париса и последовала за ним по зову сердца. Разве женщина не вправе выбирать себе мужа? И потом. Для войны это не повод. — Вам нужны богатства Трои, разве не так? — А если и так? — с отчаянием крикнул Одиссей. — Мы разорились в этом походе. Пусть прям поделится своими сокровищами. — Он приносит вам щедрую жертву, дарит меня. Засмеялся Одиссей, вскинул руки, хлопнул себя по коленям. — Ох, рассмешил! Один, даже говорящий конь, это еще не добыча! И снова захохотал. — Откуда у троянцев столько металла, красной меди, серого железа, желтого золота? Одиссей сразу умолк. Он уловил силу в словах кентавра. — Откуда? — Ласточка ощущает приближение грозы. Лягушка — воду. Собака — любой запах. Я чувствую металл, спрятанный под землей. Слышал сказку про коня, золотое копыто. — Так это правда. — Я поплыву с вами и укажу, где в стране донайцев лежит металл. Его много, хватит на всех. И вдруг Одиссей оцепенел. В голову пришла яркая беспощадная мысль. — Хорошо, я согласен! Звонко воскликнул он. — Люди, возьмите коня! Свяжите ему ноги, глаз не спускать! Розовый свет зари разлился по окрестным холмам, и стражники, стоявшие на стенах трои, увидели, что противник исчез. Там, на берегу, где чернела цепь донайских кораблей, теперь было пусто, и только на краю моря выселся огромный деревянный конь, украшенный гирляндами цветов. Быстро летела молва по городу. Все жители выбежали за ворота. Покинутый стан был завален кучами мусора. Жилища вождей полуразрушены. Сорваны двери и тростниковые крыши. На отмире лежали бревна, подпорки судов. Глубокие борозды тянулись от них к воде. Возбужденная толпа подошла к фигуре коня. На его боку была сделана надпись. Этот дар приносят великой природе уходящие донайцы. «Радуйтесь, дети мои!» Воскликнул старый приам. Доблестный кентавр Актион смог посеять семена мудрости в головы наших врагов. Они вняли совет у разума и оставили нам свой знак. По приказу царя, троянцы прикатили дощатый помост. На таком перевозят камни для постройок. Дружными усилиями установили на него коня. Ухватившиеся пеньковые канаты, они повезли тележку к городу. Установили на площади перед храмом богини Афродиты. Целый день веселились здесь люди. Они пели, смеялись, пили вино, поднимая здравницы в честь подвига славного Актиона. А в недрах коня, обливаясь потом, стоял Одиссей с горсткой головорезов. Коварный герой ждал своего часа. И вот, наконец, жаркое светило скрылось за острые вершины Иды. Потускнел закат, потянуло желанной прохладой. Троянцы стали расходиться по домам. Крепко спят утомленные радостью жители несчастного Илеона. Не ведают, что к городу тайно подходят враги. Как призрак выскочил из мрака Одиссей и его воины. Хрипит стража, перебитая острыми мечами. Со скрипом открываются тяжелые ворота. Под звуки боевых труп, нескончаемым потоком, врываются донайцы в город. Багровые языки пламени ползут по улицам. Полунагие, почти безоружные троянцы, пытаются вступить в битву, но падают мертвыми на залитую кровью землю. Горит, горит красавица Троя. Ликующие победители тащат добычу. Стоит на палубе донайского судна спутанный кентавр Актион. Сочатся слезы из его глаз. Горе грызет душу. Благородный замысел обернулся страшной бедой. Поднял вверх голову кентавр, протяжно заржал. Проклинаю, проклинаю этот мир, этих жадных двуногих тварей, разрушающих все на своем пути. Рванулся, бросился за борт корабля. Джон Мортин Артреверс первым пришел в себя. Он лежал на земле, уткнувшись лицом в траву. К нему бежали охранники, потрясая оружием. Хозяин, хозяин, что он сделал с вами? Назад! Истошно крикнул Джон. Не сметь! Громилы, как вкопанные, замерли на земле. Джон приподнялся на локтях. Смахнул капли со лба. Как страшно! Неужели все так и было? Да, подтвердил Патрик. Похлопай по щекам моего юного друга. Он кажется в обмороке. Треверс распорядился принести воды. Смочил Никите виски, плеснул за шиворот. Наконец Зеленков открыл глаза. Патрик, я не хочу больше этого видеть, взмолился мальчик. Не мучай меня. Нет, нужно знать. Тихо произнес Треверс и, обращаясь к кентавру, спросил. Скажи, а это, про золотое копыто, это правда? Патрик померил с ответом. Казалось, ему не хотелось говорить, но он все-таки решился. Мотнул гривой и сказал. Да, правда. В глазах Джона затрепыхало холодное жестокое любопытство. И ты можешь указать, где лежит золото? Даже на моем острове? Если оно есть. Ну что ж, давай попробуем. Вот ты и нашел цель, усмехнулся Патрик. Но Треверс не придал значения его словам. Он нетерпеливо махнул рукой охране. Раступитесь! Они обошли весь остров. Это был небольшой, удивительно живописный клочок суши. Цветущие луговины, экзотические деревья, вирчащие ручьи. И все ухожено, как в парке. В одном месте Патрик топнул копытом. Сказал. Здесь что-то. Причем очень близко. Несите лопаты, приказал Джон. Он сам стал копать землю. Вскоре сверкнул металл. Это была древняя статуэтка. Она изображала сидящего на корточках человека, который, уцепившись руками за горло, душил сам себя. Глаза вылезли из орбит. Язык высунут изо рта. Откуда такое взялось? Удивленно спросил Никита. Раньше здесь был какой-то монастырь. Пояснил Треверс. Я знаю этот символ. Сказал Патрик. Хотите, покажу его историю? С удовольствием? Отозвался Джон. Только мне надоело валяться на земле. Давай сядем в шезлонги. Ты как, Ник? Ладно. Вяло согласился Зеленков. Посмотрим еще раз. Они расположились в креслах. Кентавр встал напротив. Во всей его позе было напряжение, собранность. На этот раз картина возникла тихо, спокойно. Видение третье. Буцефал. Конь был красив и страшен. Он бил копытом, грыз у дела. Уже пятого воина сбросил он с себя. Македонский царь Филипп в пурпурной одежде, величественно сидел на золоченом стуле. Рядом с ним стоял его юный сын Александр. Хорош, хорош, восторженно сказал Филипп, щурясь от солнца. Каков лоб, мощный, широкий. Мы называем его Буцефал, пояснил купец. Но я не могу купить этого скакуна, сказал царь, лукаво поглядывая на сына. Это дикое животное никому не покорится. Оно не подвластно трусам, воскликнул Александр и смело бросился к коню. Царь испуганно подался вперед, но, о чудо, почувствовав руку мальчика, Буцефал притих. Александр сбросил плащ и вскочил на него. И тут жеребец взвился на дыбы, не разбирая дороги, рванул по крутому склону горы. Казалось, его уносил порыв ветра. Конь легко перепрыгивал с уступа на уступ, только камни летели из-под копыт. Задержите, закричал Филипп, он убьет его, убьет! Но разве можно было догнать этого демона? Ни одна лошадь не смогла повторить его путь. Всадники поскакали в обход. Царь гневно посмотрел на купца, тот рухнул на колени. Если с мальчиком хоть что-нибудь случится, ты будешь жестоко наказан. Время тянулось мучительно долго. Филипп слонялся по поляне, не находя себе места. Внезапно на гребне скалы, на фоне голубого неба, четко возникла могучая фигура Буцефала. Александр уверенно сидел в седле. Он приветливо помахал рукой. Конь стремглав бросился вниз. Прыжок, еще прыжок. Сияя от счастья и гордости, Александр подъехал к отцу. В его лице царь увидел нечто новое. Оно светилось изумлением и восторгом. «Дитя мое!» – взволнованно произнес Филипп. «Ищи себе подходящее царство. Македония для тебя слишком мала». И тут царь заметил. Александр и Буцефал быстро переглянулись. Тенистый сад, по дорожкам которого неторопливо прогуливаются сорокалетний мужчина с пытливыми голубыми глазами и Александр. Теперь мальчику лет тринадцать. Он возмужал, окреп в плечах. Но та же порывистость и неукротимость в движениях. Неожиданный резкий жест, быстрый поворот головы, внезапные изменения в ходе беседы. «Учитель! Я знаю, больше всего на свете ты любишь удивляться!» «Да, это так». «До сих пор ты поражал меня, открывая тайны бытия, но теперь настал мой черед». Мальчик бросился в заросли и вывел мощного широколового коня. «Буцефал желает Аристотелю благополучия!» Мужчина вздрогнул, огляделся по сторонам. «Что это? Откуда прозвучал голос?» Александр звонко рассмеялся. «Это говорит мой верный друг, кентавр Буцефал. Он просил о встрече с тобой. Я оставлю вас для беседы, но буду недалеко». Мальчик поцеловал коня в морду и стремительно побежал по тропинке. «Чудо! Просто чудо!» Восхищенно прошептал Аристотель. Ученый и кентавр пристально изучали друг друга. «Действительно чудо!» Наконец ответил Буцефал. «Уцелеть в этом безумном мире, раздираемом враждой и противоречиями. Пробиться сквозь завесу небытия и всплыть через сотни лет после смерти своего отца. Ты знаешь, что твой далекий предок учился искусству врачевания у самого Херона?» «Да. Семейное предание сохранило эту историю». «Хорошо хоть так», – тяжело вздохнул кентавр. «Важный разговор предстоит нам. Готов ли ты к нему?» «Внимательно ловлю каждое твое слово». Буцефал фыркнул, брезгливо дернул губой и стал говорить. «Я внушил Александру, что он сын Бога. При первом же нашем свидании я сказал, что послан с Олимпа для того, чтобы помочь ему совершить великое предназначение, покорить Вселенную, создать империю человечества, объединенную одним правлением и одной философией. Только так можно положить конец распрям и эгоизму. Ты должен подготовить будущего царя к этой миссии. Я давно слежу за твоими работами. Мне нравится твое трепетное отношение к природе. Твое понимание взаимосвязи всех ее частей». Аристотель почтительно склонил голову. Такая оценка была ему приятна. «Я согласен с твоей этикой. Только действие и стремление к цели достойны разумного существа. Я тоже внушаю мальчику. Умей хотеть. В этом твоя сила. Значит, мы на одном пути и должны стать союзниками. Что скажешь?» Ученый жал виски ладонями. Мучительно искал отзвук в своей душе. «Завоевать. Покорить. Я страшусь этих понятий. Прольется море крови. Оружием воспитывать народы. Ты не боишься? Человек, который считает себя Богом, превратится в чудовище? Другой дороги нет. Считай, это опыт. Посмотрим, какой получится результат. Ты можешь стать отцом всемирной философии. Мы просим найти для нас лучший тип государственной власти. Согласен? Что ж, я попробую. Впереди нас ждут славные дела». Огромная долина колыхалась от обилия воинов. Гуцефал тоже понял. Смертельная опасность нависла над первой фалангой. От этих минут зависит исход битвы. Решение пришло само собой. «Пусть бьют в щиты!» Воскликнул кентавр. Александр сразу понял его. Гортанный крик команды разорвал воздух. Повторенная десятками разгоряченных ртов, она разбежалась вдоль линии фронта. Вспыхнули выхваченные из ножен мечи. Воины ударили ими в медные щиты. Грохот, звон густой волной покатился над полем. Цепь колесниц, казалось, споткнулась об этот вал. Испуганные лошади шарахнулись в сторону, повернули назад. Они врезались в боевые порядки персов. Буцефал взвился на дыбы, издал победный рев и бросился в этот промежуток. «За мной!» — крикнул Александр. Конная гвардия македонцев вклинилась в образовавшуюся брешь. Там, на возвышении, окруженный рослыми телохранителями, стоял царь Дарий. В его глазах дикий страх. Сминая врагов на своем пути, Буцефал рвался к персидскому владыке. Поднимались и опускались мечи, обрывая каждым взмахом чью-то жизнь. Тонкая горячая струйка брызнула на лицо Дария. Он провел ладонью, кровь, пока чужая. Великий деспот Азии, перед которым трепетали народы, вскрикнул от ужаса, вскочил на коня и бросился прочь с поля битвы. Увидев это, персы дрогнули и побежали. — Рубите их, рубите! — визжал Александр. — Надавить! Всей мощью! Всеми силами! Без пощады! Буцефал скосил взгляд и остановился. И новый кадр. Теперь уже Индия. Александр сидит на берегу могучей реки. Длинноствольные стройные пальмы нависли над ним, даря желанную прохладу. Рядом, склонив голову, лежит Буцефал. У него изможденный, подавленный вид. Судорожно дергаются мокрая бока. Хриплый клёкот вырывается из горла. — Ты устал вчера? — заботливо спросил Александр. — Да, бой был тяжелый. — Как ты сумел внушить лошадям, чтобы они не боялись слонов? Этих огромных чудовищ, вооруженных белыми клыками. Если бы не ты, кавалерия превратилась бы в дикое стадо. Буцефал промолчал, сукоризный глянул на царя. — Сегодня прибыл гонец с посланием от Аристотеля, — раздраженно сказал Александр. — Он упрекает нас в жестокости. Старику легко рассуждать в тиши своего ликея. Он считает, идея добра должна объединить мир. Глупости. — Человек подл, коварен и ленив. Его постоянно нужно держать в страхе. Только тогда можно им управлять. Вот прислал символ. Царь достал из шкатулки статуэтку. Обезумевший воин душит сам себя. — Как думаешь, на что намекает? — Может, в Греции зреет заговор, и меня хотят убить? Буцефал тоскливо посмотрел на подарок Аристотеля. — Да, мудрец прав. — Грустно ответил кентавр. — Я давно думаю об этом. И сердце разрывается от боли. — Помнишь? Без жестокости отвага. Так я учил тебя. А что вышло? Наш освободительный поход против восточных тиранов превратился в резню. Ты уничтожаешь целые города. Ты убиваешь близких товарищей, которые смеют тебе перечить. Тебе всюду чудятся заговоры. Честолюбие перешло в тщеславие. Смелость в безрассудство. Гордость в манию величия. Ты сам задушил все лучшее, чем наградила тебя природа. — Замолчи! Гневно воскликнул Александр. Я сын бога. Мною руководит высшая сила. Если будешь мешать, я из тебя шкуру сдеру. Не стоит утруждать себя. Я ухожу сам. Меня убил яд совести. Кентавр протяженно вздохнул и закрыл глаза. Александр бросился к нему на шею. — Пуцефал! Не покидай меня! Не смей! Я приказываю! Он ощутил холод, который разливался по телу кентавра, и громко, не стесняясь слез, зарыдал. К вечеру Никита и Патрик остались одни. Утомленный впечатлениями дня, Треверс отправился спать, а Зеленков сказал, что должен как следует накормить и обмыть Патрика. — Ты сможешь начертить план острова? — спросил кентавр. — Я ведь специально сделал так, чтобы он показал нам свои владения. Никита нарисовал протиком на песке большой овал, сделал пометки. Вилла, подсобные помещения, конюшня. Тут, по-моему, аэродром. — Здесь, в бухточке, пристань, — указал копытом Патрик. — Да? Я и не заметил. — Там стоит морской катер. Если уходить, только этим путем. — Наверное, охрана караулит. — Посмотрим. Спешить не будем. Сгущались сумерки. Ночные цветы источали резкие ароматы. Грустно запела какая-то птица. — Скажи, — спросил Никита, — а у нас на Руси были для тебя кентавры? — А как же, — усмехнулся Патрик. — Конек-горбунок? — Нет, серьезно. — Ложись на сено. Полетим в десятый век. Зеленков плюхнулся на мягкий душистый стажок. Патрик расположился рядом. Видение четвертое. Облак. Лохматые корявые тучи неслись над ночной степью. Порывы ветра волновали белые косы ковыля. На горизонте полыхали молнии. И каждая вспышка небесного огня заставляла вздрагивать лошадей, трусливо жаться друг к другу. Мальчишки, которые пасли княжеский табун, тоже сгрудились у костерка, тревожно глядели на зорницы. — Ишь, Перун балует! — сказал шустрый белобрысый парнишка. — Плюнь, Добря, три раза через плечо! — торопливо посоветовал другой, худощавый, щербатый. А то Перун ударит своей горячей десницей. Добря встал, повернулся и со смаком плюнул, как советовал друг, угодив при этом ему в глаз. Мальчишки засмеялись, не так бойзно стало. Только один отрок, ладный и широкоплечий, лежал в стороне, закинув руки за голову. Он смотрел вверх и ждал, когда в прорехе между черных туч мелькнет его звезда. Когда-то учитель, грек Орефа, показал ему эту яркую золотую точку на ночном небе и сказал, — Покуда она светит, удача будет сопутствовать тебе. — А правда, что Владимир, сын князя? — тихо спросил Добря. — Говорят. — также шепотом ответил щербатый. Испуганно захрипели кони, затопали копытами, зафыркали. Владимир вскочил, поднял с земли лук и стрелы. — Пойду гляну, может, волк подкрался. — и скрылся во мраке. Он обошел табун несколько раз, пристально всматривался в темноту. — Нет, не светятся жадные глаза серого Тати. Почудилось, наверное. — Княжич, княжич! — услышал Владимир за спиной таинственный вкрадчивый голос. Мальчик обернулся. Рядом стоял белоснежный стройный жеребец. — Чур меня, чур! — не пугайся. Я кентавр. Слыхал про такое чудо? — Да, грек Орефа сказывал свою сказку. — Так кто, быль, значит? — Выходит, так. Владимир оглядел коня. — Хорош, ох, хорош. — Как звать тебя? — Облак. И впрямь. Легок и бел, словно пух небесный. — Почему от людей таишься? — Не время мне объявляться. Мой предок служил твоему прадеду, Олегу. — Примного ему в бою помогал. Всякие хитрости ратные советовал. — Недаром князя вещем звали. — Знаю про это. — Конь тот большое влияние на князя имел. Оттого жрецы, которые вашим богам служат, решили его извести. Чем же он мешал? — Учил князя, что нельзя в деревянных идолов верить, людей и животных в жертву им приносить. Плохой бог, если он крови требует. Оттого и Русь разобщена, что каждый своему истукану поклоняется. — Это сейчас кучки половцев на вас нападают, вы отбиваетесь. А когда объединит степняков страшная идея наживы, трудно вам будет. Вспыхнула зорница, разорвала темноту, и узрел Владимир совсем рядом наполненный блестящей влагой очи коня. — А в какого же бога верить? — подавленно спросил мальчик. — Бог в душе человека, и все перед ним равны. — Вижу жребий на твоем челе, станешь великим князем. Будет назван Киев матерью городов русских. Но помни всегда, почитай ближнего, как самого себя. Это основной закон жизни. Будь милостив и милосерден, не таи злобу в сердце. А сейчас ухожу в табун. Не ищи меня, еще не время. Сияние возникло вокруг головы коня, пелена затуманила взгляд Владимира. Мальчик упал на траву и провалился в сон. — Я весь в сомнениях, — раздраженно сказал Треверс утром. — С одной стороны, не использовать уникальные способности кентавра глупо. — У меня большие владения земли, наверняка в их недрах есть золото. Но с другой стороны, вас, конечно, ищут. Стоит Патрику появиться на материке, кто-нибудь обязательно пронюхает. Может, мы изменим ему внешность? — Как это? — не понял Никита. — Ну, при современных достижениях науки это не проблема. Даже масть поменять можно. — Я не дам Патрику уродовать, — воскликнул Зеленков. — Не кипятись. Давай у него самого спросим. По-моему, твой кентавр достаточно чистолюбив. Он с удовольствием раскрывает свои таланты перед достойным хозяином. Вспомни, ведь раньше он тебе никогда не показывал прошлое. Никита насупился. Крыть было нечем. Патрик выслушал предложение Джона. И сразу согласился. Треверс обрадовался и побежал давать распоряжение. Как раз улетал самолет за продуктами. — Зачем тебе это? — возмутился Никита. — Пойми, так легче будет уйти. Спокойно пояснил кентавр. А внешность не самое главное. Вскоре Треверс вернулся. — Все. Завтра сюда доставят специалистов. Мы купим весь этот мир с потрохами. И так объединим его. Это будет не империя. Это будет один большой концерн. Завалим людей жратвой, одеждой. Вот оно, всеобщее счастье. Достаток никогда не делал человека счастливым. Тихо сказал Патрик. — Да? Почему же он всегда стремится к нему? — Не все. Некоторые чудаки предпочитали иной путь. — Ну-ну, покажи. Это должно смотреться как комедия. Никите показалось, будто кентавр окутался черным дымом. И только вдалеке, сквозь мутную пелену, виднелся маленький желтый огонек. Видение пятое. Слава. 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 В то же время, когда с именем Господа на устах продается и покупается все, женская нежность, сыновняя привязанность, товарищество — кто-то должен показать людям пример бескорыстия и благородства. Это будет своего рода паломничество. Я пойду по Испании, и во имя любви, только любви, стану защищать страждущих и обиженных, и проповедовать, неустанно говорить людям о том, что человек — это удивительное, прекрасное и свободное существо. Природа дала ему замечательные качества, силу ума, воображение, чуткое сердце. Дала умелые руки, способные осуществить самый дерзновенный замысел. И только от самого человека зависит, куда направит он свой дар. Пойдет ли по тропе жадной прожорливой твари, или по широкой дороге, на которой его ждут бесконечные подвиги духа? «Ах, сеньор, как славно вы сказали!» – воскликнул Рассенант. «Я пойду с вами, и буду до конца, что бы ни случилось. Тяжкие испытания ждут нас на этом пути, но кто-то должен начать». Сквозь смех и слезы, сквозь грязь и кровь, вперед, к новому человеку! В окно, закрытое тяжелой решеткой, заглянула багровая усатая рожа стражника. «Давай его сюда! Здесь сидит этот, сухорукий! Как раз до пары, не тюрьма, а лазарет!» И оглушительно захохотал. Дона Кихана, избитого, оборванного, втолкнули в камеру. Седой, уставший человек поднялся с лавки и шагнул к нему навстречу. Левая рука, словно плеть, висела у него вдоль тела. «Разрешите представиться. Рыцарь печального образа Алонса Кихана». Человек криво усмехнулся, учтиво раскланился. «Мигель Сервантес, рыцарь несчастного образа и по совместительству сборщик налогов, посаженный по ложному обвинению в недостаче. А вас позвольте узнать, за что поместили в этот старинный замок?» «Так, сеньор, это долгая история. Расскажите, нам торопиться некуда». «Ну ладно, слушайте. Какое счастье, что они не схватили Расинанта. Верный Санчи не даст ему пропасть. Нет, рано мы пришли в этот мир. Никто нас не поймет. Уж лучше действительно прослыть сумасшедшими, чем попасть в лапы к церковникам. Успокойтесь, Дон Кихана. Давайте с самого начала». Идальго грустно улыбнулся и, чуть нараспев, произнес. «Едва светлокудрый Феб распустил по лицу красавицы земли золотые нити своих волос, как знаменитый рыцарь Дон Кихана Ламанческий, встав с изнеживающих перин, вскочил на своего верного коня Расинанта и пустился в путь». «Глупая история», — возмущенно сказал Треверс. «И книга дурацкая. Нельзя смеяться над больным человеком, тем более им восхищаться». «Почему ты считаешь его больным?» — удивился Никита. «Потому что только слабоумие может испытывать добрые чувства ко всем подряд. Люди разные. Есть черные и белые, христиане и мусульмане, коммунисты и капиталисты, работящие и ленивые, плутые и простаки. Могу еще назвать миллион различий. И что же, прикажешь всех любить?» «Да, мир разобщен», — задумчиво произнес Патрик. «Но на краю бездны жизнь заставит вас протянуть друг другу руки». «Какой бездны?» — теперь уже изумился Треверс. Кентавр чутко повел ушами. Он услышал чьи-то торопливые шаги. «Сэр, сэр!» В конюшню вбежал взволнованный дворецкий. За ним стражники. Повара, прислуга, садовники. Лица у всех были искажены от страха. «Сэр!» «Только что передали по радио. На Атоле Корунда проводили подземный ядерный взрыв». «Ну и что?» «Это бог знает где». «Что-то там у них пошло в разнос. Образовалась огромная волна. Она идет через океан. Уже смыла на своем пути несколько островов. Через пятнадцать минут будет у нас». «Доигрались», — тихо сказал Патрик и многозначительно посмотрел на Джона. Это простое слово сразу заставило Треверса поверить в опасность. «Черт возьми!» — вырвался он. «Катер не поможет. Самолет?» «Два часа как вылетел!» — развел руками дворецкий. «Мой воздушный шар!» — вспомнил Треверс. «В ангаре! Там баллоны с газом! Быстро надуть!» Слуги бросились выполнять распоряжение. «У него большая корзина?» — спросил Никита. «На нас троих хватит». «А эти люди? Они что же, погибнут?» «В конце концов, я им хорошо платил!» «Я останусь», — спокойно произнес Патрик. «Я всего лишь странное животное, голос природы, направленный к человеку». «Я сказал, что она думает о вас, и теперь могу спокойно уйти в небытие. Я выполнил свое предназначение». Призывно загудел внутренний телефон. Треверс схватил трубку. «Сэр, скорее! Все готово! Мы уже ее видим!» Джон и Никита подбежали к окну. На горизонте вырастала огромная серо-зеленая стена воды. «Быстрее! Садитесь на меня!» — воскликнул Патрик. Спорить было бессмысленно. Мальчики вскочили на кентавра. Патрик стремительно рванулся по крутой каменистой дорожке. Туда, где на обрыве скалы колыхалось красное полотнище воздушного шара. Люди забились в корзину. Телохранители Треверса даже здесь были с оружием. Джон понял, выгнать их не сможет. «Проклятие!» — прохрепел он. «Какое-то наваждение! Откуда оно взялось?» «Патрик, может, это очередное твое видение?» «К сожалению, это реальность. Не медлите. Прощай, Никита». Он наклонился к его уху и прошептал. «Проследи за Зимфирой. У нее должен быть мой же ребенок». Зеленков наконец осознал. Сейчас он навсегда потеряет своего друга. «Нет, не хочу! Я останусь с тобой!» «Сэр, она совсем рядом!» — истошно вопили стражники. «Иди!» Кентавр подтолкнул Никиту. «Ты в начале жизни. Помни, чему я учил». Страшный булькающий рев с каждой секундой нарастал. Бурая стена приближалась. Неотвратимо наваливалась на остров. Патрик приподнял копыта. Тонкая скаковая подкова болталась на одном гвозде. Видимо, он сорвал ее во время скачки по горной тропе. Возьми. Некоторым она приносит счастье. Зеленков дернул. Подкова осталась в его кулаке. Кентавр повернулся и, прихрамывая, пошел в сторону берега, навстречу цунами. «Проклятье!» Снова всликнул Треверс. Он схватил Никиту за шиворот, затолкал в корзину и с размаху ударил топором по канату. Шар тяжело поднялся на несколько метров и повис в воздухе. «Все лишнее за борт!» – приказал Джон. На землю полетели пистолеты и ножи, пачки денег, золотые часы, сигареты и зажигалки, фляжка виски, библия. Никита порылся в карманах и выкинул пачку жвачки. Шар трепетал. Мелкая дрожь бежала по его гладким бокам. Словно он хотел взвиться, но не хватало сил. «Одежду!» – крикнул Треверс. Все стали торопливо снимать и бросать вниз башмаки, рубашки, брюки, белье. Джон выразительно глянул на подкову. Никита заплакал, вытянул руку и с трудом разжал пальцы. Шар медленно пошел вверх. Кипящая масса воды прошелестела под ним, лизнув край корзины, обдав брызгами, пеной. Волна ударила по острову, ломая и уродуя все на своем пути. Вырвав с корнем деревья, оставив после себя руины, она ушла дальше, к материку. Ногие мокрые люди с ужасом смотрели на представшую перед ними картину. Цветущий клочок суши, на котором они жили, в одно мгновение превратился в ад. «Это предупреждение!» – всхлипнул Никита. «Вот о какой бездне он говорил!» «Вот! Ты понял?» Он гневно посмотрел на Треверса. «Ты понял?» Джон угрюмо молчал. История наша подошла к концу. В заключение, наверное, нужно коротко сказать, что было дальше с ее героями. Никита закончил биологический факультет Московского университета. Сейчас он занимается проблемами экологии. Треверс стал одним из основателей партии «Зеленых», которая активно борется в защиту окружающей среды. Они переписываются, изредка встречаются на международных конференциях. Их объединяет правое дело. До сознания людей почему-то трудно доходит, что человечество стоит у опасной черты, что нельзя больше безнаказанно уродовать природу. До бездны остался последний шаг. Вот, кажется, и все. Да, совсем забыл. Зимфира родила красивого резвого жеребенка, очень похожего на Патрика. Вскоре он вошел в элиту скаковых лошадей, но говорить не умел. Ну что ж, будем ждать. Конец.